вкусная освежающая крошка блюдо номер один в летний период рецептов крошки очень много хочу показать вам один из вариантов этого холодного супа для приготовления крошки берем конечно же очень много зелени зеленый лук укроп по желанию петрушку 4 яйца молоденький картофель у меня вот такой меленький приблизительно 200 граммов в отварном виде и 300 граммов огурцов мясо или колбасу я использую запеченную куриную грудку процесс приготовления грудки показываю сразу потому что грудка по этому рецепту получается очень вкусная нежная сочная по вкусу напоминает буженину и прекрасно сочетается в окрошке филе посолила посыпала перцем сушеным базиликом и измельченным чесноком чеснока приблизительно 2 зубчика хорошенько натерла курицу со всех сторон и оставила мариноваться филе в сухом маринаде 15 минут затем сделала маринад из растительного масла горчицы и меда хорошенько его перемешала до максимальной однородности насколько это возможно и смазала филе маринадом тщательно со всех сторон оставила филе на 15 минут далее запаковала грудку в рукав и запекла в духовке 30 минут при 200 градусах вот такая получается грудка охладить ее можно прямо в рукаве так она получится сочнее и ароматнее также для приготовления окрошки понадобится редис 150 граммов о заправке для окрошки буду говорить чуть позже а пока нарезаю все ингредиенты соломкой быстренько расскажу и покажу на каждом компоненте как это сделать возможно кто-то не знает ну и расскажу некоторые нюансы приготовления вкусной окрошки огурец вначале нарезала кольцами затем сложила в стопочку и режу вот так соломкой мелкий картофель достаточно нарезать тонкими дольками вдоль а затем поперек вот так получается тонкая аккуратная соломка из яиц вынимаю желтки яйца и отваривала вкрутую 8 минут желтки получились рассыпчатые их можно прямо руками раскрошить в окрошку резать не обязательно а белки нарезаю ножом соломкой вот так ну и курицу также режу соломкой редис я всегда в окрошку тру на терку на мелкую терку так вкус редиса на мой взгляд наиболее раскрывается и придает окрошке характерность если редис горчит предварительно очистите его от кожуры теперь смешиваю все компоненты смотрите ни свежую зелень и соль я сюда не добавляю так эта основа сможет храниться в холодильнике без потери вкуса и витаминов свежие овощи не пустят сок из-за соли и останутся свежими и хрустящими а зелень каждый себе при подаче положит столько сколько захочет и такую какую сам захочет можно сразу затянуть миску пленкой и поставить в холодильник охлаждаться из этого количества ингредиентов получается около 6 порций свежую зелень укроп и зеленый лук рублю мелко ножом и буду подавать к окрошке отдельно часть зеленого лука я перетираю солью можно это сделать в ступке либо в тарелке помять лук солью вилочкой подаем всю зелень к окрошке на тарелке отдельно кому надо идти на свидание или важную встречу от лука воздержится только тогда эту порцию окрошки придется дополнительно посолить ну а теперь самый ответственный момент делаю заправку для окрошки заправка у меня порционная для каждой порции стакан или соусник наливаю квас около 200 миллилитров добавляю щедрую ложку с горкой сметаны кладу по чайной ложке хрена и горчицы горчицу кладите на собственный вкус у кого-то горчица острее у кого-то менее острая хорошенько все перемешиваю пробую на вкус и при необходимости добавляю 2-3 чайные ложки лимонного сока заправку я делаю из расчета на стандартную суповую тарелку все хорошенько перемешиваю и подаю к окрошке выкладываю основу на тарелку в центре ставлю стакан с заправкой вот такая у меня ресторанная подача окрошки в домашних условиях заправлять окрошку сразу перед подачей лучший вариант на мой взгляд каждый член семьи сможет самостоятельно регулировать густоту окрошки при этом компоненты основы остаются предельно свежими я подавала окрошку так ради красивых фото и видео конечно же можно обойтись домашней подачи где все составляющие заправки кладутся непосредственно сразу в тарелку если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал окрошка летом у большинства присутствует в ежедневном рационе легкая бодрящая и диетическая окрошку можно есть и худеть при этом готовится окрошка просто и быстро очень надеюсь что этот рецепт вам понравится для приготовления окрошки выбирайте менее сладкий квас а лучше делайте окрошку из домашнего кваса собственного приготовления хорошего вам настроения и приятного аппетита